Добрый вечер! В студии Евгений Кашевой и Валерий Житков. В эфире Чиста Ньюз. Коротко о главном. Нацбанк Украины выпустил новую купюру номиналом 20 гривен. Из преимуществ это новый проевропейский дизайн, более высокий уровень защиты. Из недостатков новая купюра имеет такую же ценность, как и старая. Виталий Кличко встретился с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Перед поездкой в Украину Курц записал обращение, где сообщил, куда он летит, зачем и с кем встречается. Ну, мол, если что, то дома знают, куда я поехал. В Украине вырастет цена на алкоголь. Данное решение Кабинета Министров уже признано лучшим отвлекающим маневром от повышения цены на газ. Кабинет Министров утвердил перераспределение средств на ремонт дорог. Как думаешь, Валер, какая область получила больше всего средств? А из какой области, премьер-министр? Это правильный ответ. К другим новостям. Путь к сердцу избирателя лежит через уши. Видимо, именно этим руководствовался лидер радикалов Олег Лешко, когда выкладывал в сеть песню «Третье сентября» в своем собственном исполнении. Я предлагаю послушать. «Третье сентября, день прощанья, день, когда горят костры и обид. А в костры горят обещанья, день, когда я совсем один». Извините, а можно вот небольшую паузу? Да, секунду. «Третье сентября» Ну что можно сказать по этому поводу? Судя по всему, Олегу Валерьевичу на ухо явно наступила какая-то скотыняка. Но на самом деле в этом ролике я поражаюсь выдержке собаки. Прослушать такую песню от начала до конца и никого не покусать, я бы не смог. Думаю, да. Хотя, возможно, что мы предвзято относимся к вокальным данным Олега Валерьевича. Может быть, профессионалы оценят его голос более высоко. Как мы видим, у жюри тоже нет слов. Олег Валерьевич, мы понимаем, что скоро выборы, но давайте не перегибать. Лично мы усмотрели в этом видео сразу два серьезных нарушения. Издевательство над животными и давление на избирателей. В смысле? Ну, мол, не выберите президентом, стану певцом. А, да, это жестко. Это жестко. Это прямая угроза. Да. С новыми силами на свои уже третий президентский выбор идет Юлия Владимировна Тимошенко. В этот раз она распустила волосы, надела очки. Интересно, что после этого рейтинг кандидата заметно вырос. Видимо, присоединились те, кто не узнал Юлию Владимировну. С высоты своих бигбордов она предрекает, что все в стране будет по-новому. Новая стратегия, новая конституция, новый курс. Правда, не уточняет, какой именно. 40, 60 или 100 гривен за доллар. Ну, и в самой предвыборной агитации Юлии Владимировны тоже много нового. К примеру, что касается ее ролика Розмова с Краиной. Вот посмотрите. Я заметил, что если раньше актеры открыто поддерживали кандидатов, то теперь стараются не показывать свои лица. Засветился буквально один актер, но и то в профиль, и то в маске. Как по мне, кое-что все-таки режиссер в этом ролике явно подворовал. Вот посмотрите на этот кадр. Ничего не напоминает? Нет. А так? Согласитесь, похоже, правда? В принципе, все кандидаты в президенты так или иначе обещают, что в стране все изменится. И только одного из них вполне устроит, если все останется как есть. Петр Алексеевич Порошенко тоже готовится к выборам. На днях президент Украины был замечен в самолете, в эконом-классе, в полете с обычными людьми. Но что сказать? Обычный рейс, обычный самолет среди обычных людей – это обычно и происходит перед выборами. Что, так? Просто обычный самолет? Да. С обычными людьми? Да. С такими, как мы? Я думаю, это жутко неприятно. Согласен. А ведь это только начало предвыборной гонки. Страшно вообразить, как Петр Алексеевич будет путешествовать, например, за полгода до выборов. Или, скажем, за неделю. Как бы то ни было, Петр Алексеевич не первый украинский политик, путешествующий эконом-классом. Раньше внезапными приступами экономии был одержим Арсений Яценюк. Так что и тут снова плагиат. Не знаю, что на самом деле руководило полетом президента в эконом-классе, но со стороны это выглядит как обычный предвыборный пиар. Я думаю, с этим многие согласятся. И в завершении хотелось бы напомнить, что буквально через час сборная Украины по футболу сыграет свой первый матч в Лиге наций. Игра состоится в Чехии с местной национальной сборной. Поэтому? Да. Поднимая бокал этого прекрасного чешского напитка, хочется пожелать ребятам победы. Вам будет сегодня тяжело. Очень тяжело удержаться. Давайте вот это после игры, а не пить. И в этом случае у нас будут неплохие шансы на победу. И многие с этим согласятся. Ну вот, пожалуйста. Это был Чисто Ньюс. Мы встретимся с вами на следующей неделе, вечером сразу после ТСН. До понедельника. Пока. До свидания.